Итак, дорогие сержанты девочки, вновь я выхожу к вам на связь с вопросом экстренной критической важности Уметь отличать парня-тирана именно на ранних признаках Почему? Если бы парни-тираны вели себя с самого начала как тираны, никто бы с ними в отношения вступать не захотел Поэтому они изображают из себя не тех, кем они являются на самом деле И мимикрируют под очень-очень хороших парней А во-вторых, если вы парни-тираны на ранних признаках не распознаете и в отношения уже с таким человеком вступите То потом, пока до вас только это осознание дойдет, потом пока вы начнете только с ним расставаться Это будет очень-очень долго, больно и тяжело, поэтому лучше научиться распознавать на самых ранних признаках Первый признак, он очень поспешно зовет вас замуж и также говорит, что он хочет детей Уже через четыре-пять дней после знакомства или через две недели, он говорит Точно, ты та самая, я хочу на тебе жениться И вы думаете, вот он, тот самый настоящий мужчина, который готов брать ответственность Это же рыцарь, это значит, что он так сильно именно меня любит И он это очень быстро увидел и распознал Какой зоркий глаз у человека, боже, как я буду счастлива И вы такая истрадавшаяся вся, по этой нежности, по любви, конечно же соглашаетесь Но на самом деле живой, ответственный мужчина, не тиран, ведет себя наоборот совсем по-другому Он поначалу к вам присматривается, он хочет подольше вас узнать, получше вас рассмотреть И он по поводу каждой вашей новой черты, когда видит вас в новой ситуации, немножко сомневается Но после того, как он для себя принимает решение по поводу этой черты Что он вас принимает, хочет и любит То после этого он уже навсегда берет на себя эту ответственность Потому что настоящую ответственность брать очень тяжело и трудно И не каждый парень захочет это прям так сразу сделать Ему надо сначала получше познакомиться с девушкой, а на это нужно время Пункт второй, он слишком поспешно склоняет вас к сексу И этот секс, как правило, будет очень пылкий, необычный, эксцентричный, очень яркий, запоминающийся Но все равно для вас это будет смущающий опыт Потому что ваш партнер потребует от вас большей степени самораскрытия, чем та, на которую вы пока что еще способны То есть вы его стесняетесь, потому что вы его еще недостаточно хорошо знаете А он уже с вами вот такие вот всякие разные штуки вытворяет, которые вас очень сильно впечатляют И вы сами даже не понимаете, как к этому относиться Это хорошо или плохо, то что у вас был такой странный, яркий, дерзкий и необычный секс Почему так происходит? Это значит, что парень-тиран просто воспринимает вас как сексуальный объект, а не как личность Потому что, опять же, для нормального мужчины, хорошего, правильного, не тирана Секс это проявление близости, и для него это все равно отношения И нормальному мужчине, не тирану, тоже нужно время для того, чтобы расслабиться в вашем присутствии И обрести по отношению к вам доверие Третий признак Парень-тиран плохо отзывается о своей бывшей Конечно, немного злости в отношении наших бывших Это всегда нормально и даже неизбежно Но если он винит во всем окружающих, прошлых, женщин вообще А вы думаете, а вот я не такая, а я буду лучше, а вот я сам исключительно А сейчас он-то меня считает хорошей Насторожитесь, очень скоро во всем виноватый будете вы, и вы будете очередной Четвертый признак Он проявляет чрезмерную щедрость и великодушие И тоже, вы все такая истрадавшаяся, а жить очень тяжело Ответственность нести совсем никак не хочется Думайте, господи, ну наконец-то, вот сейчас обо мне позаботиться Вот сейчас я наконец успокоюсь Вот сейчас я буду как за каменной стеной Но забота такая чрезмерная Это признак того, что парень-тиран хочет взять под свой контроль И здесь главным индикатором, как отличить хорошего парня от тирана Будет ваша неловкость, потому что если он создает у вас ощущение, что это уже слишком Что вы у него в долгу То потом он может использовать ваши чувства вины для того, чтобы вы делали так, как он хочет Наконец, пятый пункт Это то, что ваш парень потихонечку начинает вас контролировать То есть он очень-очень ревностно относится к вам, как к своей собственности Он точно знает, какой вы должны быть Во что вы должны одеваться Какой у вас должна быть прическа Какой у вас должен быть макияж С кем вы должны общаться и нет Чем вы должны заниматься и нет Он не предоставляет вам возможности это решать самой Он берет на себя право определять, какой будет у вас ваш я-идеал И он очень-очень хорошенечко ограждает вас от всех других Показывая, что вы теперь его, его добыча Вы его собственность, с которой можно делать все, что он полагает нужным по своему усмотрению В противовес этому, как нормальный парень будет высказывать критику и свои пожелания в отношении вас Он будет это высказывать, но, во-первых, в ненасистой форме С сомнением в себе небольшим Как только свое лишь собственное мнение, которым он с вами делится, но ни в коем случае не навязывает И он будет прощупывать ваш диапазон того, в чем вы готовы меняться А что для вас является святой несокрушимой истиной, от которой вы не поступитесь ни на йоту Опять же, после этого он примет решение Если вы не готовы в этом меняться, а для него это принципиально Может быть, он не захочет с вами вступать в отношения Но ломать вас, менять, делать из вас другого человека он не будет Шестой признак, очень явный Он вас унижает и дает вам негативные оценки После которых вы чувствуете стыд и после которых вы испытываете чувство вины Например, он говорит В этом у тебя нет таланта, ты плохая актриса У моей предыдущей девушки жопка была гораздо лучше, чем у тебя А у тебя мягковато и виловато Ты тупая, ты косноязычная, ты этого не знаешь Он вас может высмеивать, подкалывать Но в любом случае, если вы чувствуете стыд, смущение, чувствуете себя хуже, чем вы были раньше, до этого То тогда не ввязывайтесь в отношения с ним Седьмой признак Он злоупотребляет алкоголем или наркотиками И тут у вас есть риск попасться на очень-очень нехорошую уловку Вы, видя в нем позитивные черты, будете уповать на то, что сейчас вот у него алкоголизм, наркомания пройдет Вы их вместе вылечите, а потом у вас в отношениях все будет хорошо Но на самом деле, почему на это стоит обращать внимание? Потому что если человек, алкоголик или наркоман, в любом случае он является зависимым от какого-либо вещества То это значит, что у него просто очень слабо развиты базовые навыки психики Он не обладает стрессоустойчивостью для того, чтобы самостоятельно выживать в этом мире И это значит, что он будет с вами строить отношения не как с индивидуальностью, не как с личностью А как с функциональным объектом Как со своей бутылкой, как со своим костылем Как с каким-то человеком, который будет обеспечивать ему его функционирование То есть вы для него всего лишь инструмент выживания И он будет вас нещадно использовать Восьмой пункт Он ведет себя иначе при посторонних людях Например, с вами он жадный, прижимистый куркуль А другим людям он деньги в долг дает Или, например, с вами он может быть груб, вспыльчив Он может вас материть А с другими он такой снисходительный, заискивающий, улыбающийся, очень вежливый Или, например, на вас он может как-то огрызнуться или озлобиться Вы тяжелые сумки тягаете из магазинов как мужик А другим леди Он, значит, дверцу такси открывает И совсем он такой вежливый, предупредительный Запомните, насилие всегда живет только в закрытых семейных системах То есть это когда за закрытыми дверями происходит одно А в окружающей обстановке происходит совсем прямо противоположное другое Чем более живой, естественный человек, тем более он не отличающийся и одинаков в разных обстоятельствах И дома, и на работе То есть он со всеми или одинаково весел, приветлив, искренен Если он простой, живой, одинаковый, ему скрывать нечего А вот эта вот разность, лицемерие, двуличие очень должна настораживать Ну, наконец, самый главный признак, девятый Если вы испытываете страх от любых его действий И вам кажется, что он вас запугивает То сразу же бегите Даже на все остальные признаки не обращайте внимания Просто после запугивания обычно потом следующий шаг Это то, что вас уже будут бить Неважно, кто прав, кто виноват Пускай вы не разберетесь и не узнаете, так ли бы это было, если бы вы остались Если он вас удерживает, отобрал у вас ключи, закрыл дверь, стоит возле этой двери Отобрал у вас паспорт, разбил телефон, замахнулся Сказал, что он просто очень сильно хочет что-то объяснить Сжал вас как-то, прижал То есть вы чувствуете, что силы противника превосходят ваши собственные Все, если вас что-то пугает, безопасности в этих отношениях быть не может Спасайте себя, вы у себя одна Если вы чувствуете, что эта тема для вас важна Не ленитесь, прочитайте книжку Лэнди Бэнкрофта «Мужья тирана. Как преодолеть мужскую жестокость» Все, берегите себя, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите моих новых видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok